Всем привет, друзья! С вами канал Футбол. Это жизнь. Итак, новая рубрика стартует на канале. Это Лиги через 5 лет. Есть у нас подобная рубрика, но только там с футболистами через 5 лет. Итак, мы закончили уже первый сезон, вы помните, за игроков сборной России. Уже закончился второй сезон за игроков сборной Испании. И многие игроки остались, которые не замечены. Так как и сборная России, это Игорь Акинфеев, например. Многим интересно, что будет с Игорем через 5 лет. Также в эту рубрику мы объединили то, что многие нации, например, как у Зе Луиша, это Кабо Верде. Но не будем мы, скорее всего, про эту нацию, естественно, делать футболистов через 5 лет. Потому что там и не наберется таких интересных. Но для болельщиков Спартака будет интересно, как сложится карьера у Зе Луиша. Итак, мы собрали вот такую команду, поместили ее в Зенит. Чуть позже я объясню, почему именно Зенит. И давайте расскажу про каждого. Игорь Акинфеев, Критюк, Лунев, Селихов. Идем дальше. Слева у нас в защите Денисов, Георгий Щеников и Юрий Жирков. На центральных защитниках у нас Бронислав Иванович, Ведран Чорлука, Тоски, Бакети, Васин и Эммануэль Мамана. Справа в обороне Смольников, Ещенко и Шишкин. В полузащите Мануэль Фернандес, Алан Загоев, Игорь Денисов, Роман Забнин, Фернандо, Кристиан Нобо. Итак, справа в нападении у нас есть Джефферсон Фарфан, Александр Самедов и Эмилиан Ригони. Также и Павел Мамаев. В нападении Смолов, Кокорин, Залуиш, Луис Адриано и Артемий Дзюба. И слева у нас Олег Шатов. Итак, объясняю, почему именно за «Зенит» мы будем проводить вот эту рубрику в этом выпуске «Российская премьер-лига» через 5 лет. Потому что многие игроки у нас не дойдут просто до конца этой рубрики. Многие закончат карьеру, например, как может быть Бронислав Иванович, Чорлука, Акинфеев. И поэтому мы просто будем закупать игроков из российских клубов, дополняя недостающие позиции. А у «Зенита» как раз самый высокий бюджет в этой лиге. Ну что, переходим к самой уже карьере. Итак, это мы все оставляем, можно даже без разницы. Но вот в Еврокубках, я думаю, было бы намного бы интересней, если бы мы вместо «ЦСКА» поставили именно наш «Зенит». И посмотрим, как «Российская премьер-лига» лучшие игроки из этой лиги покажут себя в Лиге чемпионов. Тем более, если бы поменялись со «Спартаком», то группа тут намного тяжелее. Тут и «Бавария», и «Манчестер» сразу. Так что поиграем в Лиге чемпионов за «Зенит». Итак, закончится наш первый сезон. И все-таки наш клуб «Российской премьер-лиги» стал чемпионом России. Кубок России тоже за нами. Но тут вообще без сомнений было, что мы все в России должны выиграть. Лигу чемпионов выиграла «Манчестер» и «Юнайт», обыграв «Баварию». Но в Лиге Европы мы, я так понял, даже дальше 1.16 не прошли. Мы там проиграли, я так понял, Галатасараю. Но тут Галатасараю уже в 1.8 вылетел. Тут уже, кстати, стартовал чемпионат мира. Но нам это не сильно интересно. Нам интересно сейчас будет смотреть. Так, кто там вернулся из аренды? Вышнетто. Так, мне больше интересно смотреть, у кого там с рейтингами что. Итак, с рейтингами. Плюс 3 это Лука Джорджевич. Плюс 2 это Алексей Миранчук. Эмилиана Ригони плюс 2. Забнин плюс 2. Мамана плюс 2. Вот они, самые лучшие наши игроки. Ну и теперь минус 3 у Ивановича. И минус 3 у Александра Самедова. Вот тут вот по минус двоечкам получали. Так, ну и скоро у нас еще вернутся. Сейчас в следующем сезоне из аренды игроки. Мы их просто, наверное, продадим. Так, ну а если еще интересно по статистике посмотреть, то Роман Забнин сыграл больше всех матчей. Это 42 матча. В чемпионате России он отыграл все 30 матчей. Мы видим по статистике. 6 матчей в Лиге Чемпионов. То есть весь групповой этап. И все матчи в... Он вообще все матчи отыграл, если так смотреть. 6 матчей в Лиге Чемпионов. Это групповая стадия. 2 матча в Лиге Европы. Это матч против Фенербахче. Или Галатасарая вроде. И в Кубке России все 4 матча отыграл. Молодец. Больше всех забил это Эмилиано Ригони. 20 мячей в Чемпионате России. Наверное, он лучший бомбардир. Больше всех отдал голевых передач Александр Кокорин. И все 10 этих голевых передач он отдал именно в Чемпионате России. Ну и больше всего сухих матч сыграл Олег Шатов. 9 побед в сухую было у него. Так, после этого сезона самым возрастным игроком стал Игорь Денисов. Самым молодым все так же продолжает Алексей Миранчук. Так, если смотреть из действующих игроков, то у Ещенко самая минимальная стоимость 1.700.000.000. Ну а самая максимальная это у Александра Кокорина 19.000.000.000. По зарплате Селихов 38.000 евро. У Смова 80.000.000. Ну и вот с Рязанцем Черновым мы не будем просто продлевать контракты. Они уйдут свободными агентами. А остальных игроков из аренда мы просто попробуем распродавать или разрывать контракты. Итак, закончится второй сезон за Лигу России. Зенит снова стал чемпионом. Тут очень большой отрыв. 22 очка. Кубок России, к сожалению, выиграл Рубин. Командой из РПЛ проиграли Динамо. Лигу чемпиона выиграл снова Манчестер Юнайтед. Ну а наша российская команда вылетела в 1-8 от Галатасарая со счетом 5-2. Итак, что же по статистике у нас. Больше всего игр сыграл Олег Шатов. Он, как и в прошлом сезоне Роман Забнин, сыграл все матчи. Абсолютно 30 матчей в чемпионате. В Лиге чемпионов, в Лиге Европы. В общем, молодец. Так же, как и Емеляна Ригони. Больше всех голок забил Емеляна Ригони. 26. Опять стал лучшим, наверное, бомбардиром в чемпионате России. Больше всего отдал голливых передач Федор Сумов и Ригони. По 8 они их отдали. И больше всего сухих матчей у Критсюка в 12 и у Ригони. Итак, самый возрастной игрок это Игорь Денисов. А самый молодой это Эммануэль Мамана и Алексей Миранчук. Самый высокий рейтинг у Романа Забнина в 82 и у Фернандо в 82. Самый низкий у Андрея Ещенко в рейтинг в 70. Больше всех прибавил за сезон это Сельхов плюс 2, Критсюк плюс 2, Джикия плюс 2, Миранчук, Мамана, Фернандо, Рамирес и Забнин плюс 2. Ну и максимальный наш, как бы так сказать, даунгрейд это Кристиан Лубова минус 4 рейтинг сразу. Ещенко минус 3, Фарфан минус 3 и Денисов минус 3. Итак, самый дорогой игрок наш состава это Роман Забнин стоит 23,5 миллиона. Самый дешевый это Андрей Ещенко стоит 800 тысяч евро. Самая низкая зарплата в клубе это у Сельхова 38 тысяч евро. И самая высокая у Кокорина 90. Итак, вот она наша первая потеря, потому что Андрей Ещенко покидает уже футбол и завершает карьеру. Так что это первый игрок, которого мы потеряем. Итак, закончился третий сезон. Зенит снова стал чемпионом России. Кубок России снова за Зенитом. Лигу чемпионов выиграла Рома. И Лигу Европы наконец-то выиграл Зенит. Итак, будем теперь пытаться в следующем сезоне попадать в плей-офф Лиги Чемпионов. Потому что уже есть сейчас задел выиграть Суперкубок Европы в следующем сезоне. Ну что же, переходим мы к статистике. Сколько больше всего матчей сыграли? Все матчи сыграл Игорь Смольников и Олег Шатов. По 49 матчей было в этом сезоне это максимум. Больше всего голов забил Эмилиано Ригони. Он сейчас на травме. И он же дал больше всего голевых передач. Больше всего сухих матчей сыграл Фернандо, Смольников и Ригони. Самой молодой игрой в команде стал теперь уже Федор Чалов, который мы подписали зимой. А самым возрастным стал Игорь Денисов до сих пор. Самый минимальный рейтинг в команде это 70 у Александра Самедова и у Романа Шишкина. Ну а самый высокий у Алексея Мирончука с рейтинг 84. Самый большой даунгрейт за сезон у Мануэля Фернандеша. Он получил минус 4, так же как и Игорь Денисов и Александр Самедов. Ну и плюс 3 сразу у Мирончука, плюс 2 у Зобнина, Фернанда, Рамиреса и Джики. Игрок с самой низкой стоимостью это Роман Шишкин миллион и 100 тысяч. Самый дорогой это Алексей Мирончук 34 миллиона. Самая маленькая зарплата все так же держится у Александра Селихова. Ну и самая большая все так же держится у Александра Кокорина. Итак, Луис Адриана заканчивает карьеру с рейтингом 74 в 33 года. Кристиан Убоу заканчивает с рейтингом 71 в 35 лет. Джефферсон Фарфан заканчивает карьеру в 35 лет с рейтингом 71. Ну и Роман Шишкин заканчивает карьеру с рейтингом 70 в 33 года. Итак, закончится 4 сезон и Зенит 4 года подряд становится чемпионом России. Кубок России снова за Зенитом. Суперкубок Европы Зенит, к сожалению, проиграл. И 4 сезон подряд Зенит попадает в Лигу Европы. Ну а Лигу чемпиона выиграет Манчестер Юнайтед. Лигу Европы выиграет Дортмундская Боруссия, Зенит не прошел дальше 1-16. Итак, больше всего матчей сыграл Олег Шатов. Это все снова матчи. Он сыграл вместе с Эмилианом Регони. Одного матча не хватило Игорю Смольникову в чемпионате России. Больше всего голов снова забил Эмилианом Регони. Больше всего голевых отдал Алан Загоев и Роман Зобнин. Эмилианом Регони больше всех сыграл сухих матчей. Все так же самый молодой игрок это Федор Чалов. Самый опытный игрок Игорь Денисов. И он же самый низкорейтинговый. Ну а Роман Зобнин имеет рейтинг 85. Больше всего потерял рейтинг Артем Дзюба. Минус 3 так же как и у Мануэля Фернандеса, Игоря Денисова, Виталия Денисова, Чорлуки, Тоски и Бакетти. Больше всего рейтинг повысил себе Федор Чалов и Мамана. Итак, Игорь Денисов у него самая низкая стоимость 675 тысяч евро. У Алексея Мирончука стоимость 34 миллиона, так же как и у Мануэля Маманы. Больше всего зарплата именно у Алексея Мирончука, а меньше всего у Дениса Терентьева 25 тысяч. Игорь Денисов заканчивает карьеру в возрасте 37 лет при рейтинге 68. Итак, закончится последний пятый сезон за нашу РПЛовскую команду и Зенит снова пятый сезон подряд становится чемпионом России. А тут уже проблемы. Зенит впервые вылетел в 1-8 кубка России. Кстати, Зенит впервые за 5 лет вышел вообще в плей-офф Лиги Чемпионов и дошел аж до четвертьфинала. Но там уже попалась Боруссия Дортмунд, ну а Лигу Чемпионов выиграла Барселона. Итак, больше всего игр сыграл Александр Кокорин и Эмилиано Регони. Больше всего забил голов снова Эмилиано Регони. Больше голевых передач отдал тоже он. Также больше всего сухих матчей сыграют Смольников и Эмилиано Регони. Просто один из лучших игроков Зенита и российской премьер-лиги за эти 5 лет. Итак, в конце нашей карьеры Чалов стал самым молодым игроком нашего состава. Самым возрастным стал Игорь Кенфейв. Он дотерпел до конца нашей карьеры. Самый низкий рейтинг стал у Мануэля Фернандеса, которому уже 36 лет и у него рейтинг 67. Ну а самым высокорейтинговым стал Эммануэль Мамана. Рейтинг 86-26 лет. Больше всех убавилось за сезон именно у Мануэля Фернандеса и у Виталия Денисова по минус 4. Плюс 2 стало у Федора Чалова, Маманы, Джики и Кристиана Рамиреса. Самым дешевым игроком стал Виталий Денисов, его стоимость 675 тысяч евро. Ну а самым дорогим стал Эммануэль Мамана, стоит 44,5 миллиона. Денис Терентьев снова с самой маленькой зарплатой в составе. Ну и у Мирончака 105 тысяч евро в неделю. Итак, именно после этого сезона Игорь Гентреев завершает карьеру. Так что именно прям как по заказу 5 лет Игорь с нами продержался. Также сейчас мы пробежимся. Кто заканчивает карьеру, заканчивает Бакетик в 35, заканчивает Тоски в 35. И также Артем Дзюба завершает карьеру после этого сезона. Ну что ж, друзья, вот так вот закончилась наша карьера. Чемпионат России через 5 лет. Ну что же, это очень хорошая команда смогла выиграть Лигу Европы даже таким составом. И 5 раз становилась чемпионом России. Да, в Лиге Чемпионов дошли максимум только до четверти финала. Но все-таки, если вам понравилась такая идея, ставьте лайки. Если мы наберем на этом ролике 30 лайков, то следующая будет уже Испанская Лига. Также проверим, каких успехов она добьется. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.